коллеги всем привет халипа евгений на связи понедельник технический анализ финансовых рынков да этот выпуск выходит по понедельникам для спонсоров подписаться на спонсорский канал вы можете через платежного бота ссылку я оставил в описании к этому видео закрепленном комментарии стоимость 5 долларов в месяц ну дополнительная аналитика которая раньше была в моем публичном канале telegram перекочевала туда ну и плюс ранний доступ к выпускам по тех анализу то бишь этому выпуску и по выпуску с еженедельными с еженедельным анализ анализами прогноза он выходит по субботам для спонсоров вот такая рекламка поэтому конечно подписывайтесь на мой публичный канал тоже там дневник кризиса много информации по мокрушке по финансам народу нравится эмоции свои выражают скажем так виде эмоджи вот ну что сказать понеделье у нас остаются сломаны энергетические рынки это факт неоднократно показывал финансовый рынок американский да там состояние фьючерсной кривой связь его с спотовым рынком ситуация там крайне тяжелая то есть ну как будто бы до продолжает играть сам состояние дефицита рынка собственно дефицита на мой взгляд нет возможно из дефицит нефтепродуктов тем не менее ожидания колоссальная народ вообще пишет западные трейдеры пишут по 250 350 долларов то есть настроение да плюс там реальные проблемы с физическим рынком с энергетическим рынком в целом да в том числе и рынок электроэнергии газа и так далее вот это все конечно же влияет на торговлю торговля нервная волатильности сумасшедшая не падать не хочет при этом газ сильно провалился на выходных вышла информация о том что снова загорелся очередной завод по сжижению газа ну казалось бы да выпал спрос но нет газ открылся с гэпом вверх с другой стороны да вот грядет ближайшие две недели грядет жаркий фронт поэтому спрос на газ будет повышен для переработки на переработку электроэнергии медицину вот поэтому ну опять таки да рынок был перегрет по рынку газа да то есть мы уже сильно провалились 50 процентов от максимума сделали поэтому в общем-то некая коррекция уже напрашивалась вот она по сути и у нас началась ну что ж друзья вот плюс минус с таким вот началом недели да мы с вами начинаем до хотелось бы еще отметить доллар до растущий доллар почему-то не оказывает давление на все все тот же товарный рынок да золото просаживается медь но вот опять таки энергетика не хочет снг 500 не хочет ставочки от рыжаков да мы сейчас это все еще просмотрим а пока не сигнализирует о том что мы переходим в полноценный цикл дефляции а ну и на этой ноте мы с вами приступаем поехали по традиции 1 1 рынок это рынок доллара здесь происходят следующие вещи то есть у нас рынок остается в бычьем тренде обратите внимание поддержка в районе 106 5 остается в силе и рынок сегодня с утра рвется в бой пока немножко чуть-чуть притушили да но тем не менее ну понятно проход выше 107 6 отправил к рынок на 108 5109 то есть я вот думаю что первые какие-то внятные цели вот находятся где-то здесь далее далее мы уже будем смотреть по ходу там есть цели 113 114 но они уже в рамках крупного восходящего тренда канала в котором мы уже находимся когда мы пробивали 104 мы запускали этот цикл то есть в общем то мы уже в нем поэтому я думаю что долгосрочная цели на 113 114 они актуальны вот исходя из чего мы будем плясать дальше да ну как бы по еврику нас грозит нам паритет при этом я думаю что это уже вопрос ближайших этом может недель может даже дней на самом деле потому что рыночек достаточно под сильным давлением сегодня вы сегодня обратите внимание да в конце месяца у нас заседание фрс и цб очень важнейшее заседание потому что дальше у нас в августе отпуска и следующее заседание будут сентября то есть уже с осенью и мы увидим несколько важных данных к тому времени по инфляции по рынку труда по деловому циклу то есть на мой взгляд очень важное заседание даже больше интересно послушать что будет говорить и цб в общем и целом я считаю что паритет у нас не за горами но где есть более крупные цели там даже в районе там 0 0 там 85 86 то есть прямо уровне начала торговли евро да там 20 лет недавно поэтому на мой взгляд слабость евро очевидно и она будет продолжаться по фунту фунт тоже сегодня слабеет вообще по фунту как бы уровне достаточно мощно конечно нельзя сказать что их нельзя переписать там да во первых коррекция глубочайшая до 78 80 процентов мы уже сделали собственно процессы продолжаются по этой коррекции это исторические минимумы это понятное дело до фонд как никогда дешев на ну проблему опять-таки политического характера сказываться это естественно и на самом деле да некая общемировая слабость тоже накладывает от свой отпечаток вот ну в общем то не знаю тут надо ждать мне кажется что здесь последнее слово еще не сделано в общем то мы находимся на попытке пробиться до ниже предыдущего лая то есть здесь бы я бы пока ставку на рост не делал бы защитные давайте сырьевые валюты пройдем до с канадца начнем ну конечно же сейчас мы мы кому-то посмотрим канадец на самом деле невзирая на то что не все не снижается а но он тоже чуть-чуть под снизился да ну как бы не сильно если посмотреть как я давно уже показывал на крупные тренды то вот то что доллара у нас уже переписал максимумы двадцатого года канадец еще нет это вот как раз таки и говорит о том что рынок крепок из-за дорогой нефть в общем-то это и нормально поскольку корреляция между канадцами нефть очень высокая собственно вот это и есть это вот это расстояние там гуслона да это премия премия за дорогую нефть и в общем когда не будет дешеветь у канадца есть неплохой шанс шмальнуть просто в невероятное ралли да то есть думаю что это будет происходить вполне возможно что это бегущая коррекция да такая затяжная там с там условно слита прошлого года либо с осени прошлого года и по текущий момент то есть вполне вполне да возможно что это и есть бегущая коррекция то есть после первой волны снижения до этого 2 и потом уже идет ралли 3 ну уклон в сторону тренда то есть понятное дело на падение нефти ускорение это сто процентов то есть думаю что как-то так здесь можно отыграть локально я не знаю тут надо локально сильный запил да то есть как бы не просто это все анализировать такие вещи ну и давайте будем честными по нефти совершенно непонятно сейчас мы еще не будем разговаривать давайте у нас еще австралийца посмотрим сегодня австралии снижается в общем-то тоже некая проторговка дам на уровне лая если мы внятно пройдем да то есть собственно мне кажется что можно проходить вот поддержку в области там 0676 и запустится вот такой неплохой сценарий снижения к 0645 то есть я думаю что вполне уместно такое движение рынок меди кстати завалился рынок доллара растет австралиец как стоит как вкопанный то есть на мой взгляд ну тут совершенно очевидно какой-то вот диссонанс да почему потому что мете и австралии сильно коррелируемые активы и почему-то вот у нас австралии сильно крепкий ну посмотрим я думаю что проход вот обозначенных уровней запустить нисходящий тренд новозеландец ну та же история новозеландец послабее кстати выглядит да ну я вот думаю да что проход там 0600 0612 до плюс-минус тоже перед знаменует дальнейшее снижение думаю что вполне себе реальная история но мне кажется что вот австралиец более переоценен чем как чем новозеландец был и остается поэтому думаю что интереснее все-таки проторговать австралийца защитные активы сегодня у нас японская иена вышла из проторговки вверх на четырех часа веке мы закрепились в общем то здесь остаются цели от первые цели на 142 143 дальше 148 там ближе к 150 то есть вот эти цели они они реальны то есть они остаются и в общем то ничего не мешает пока этому всему осуществиться была претензия у меня к вопросу почему потому что ну к дальнейшему удешевлению потому что рынки были на грани да вот рецессионных ожиданий пока что они на мой взгляд снизились эти ожидания поэтому собственно я считаю что если рынки перестают играть там рецессию до условно мы это видим сейчас по по товарному рынку по фондовому рынку то у иены еще есть окно да для того чтобы снизить то есть проект произошло дальнейшая девальвация вряд ли это на руку уже центрального банку японии но пока они ничего не могут сделать потому что они продолжают контролировать кривую доходности и спрос на иену появится только в том случае если начнется начнет играться ужасно рынка до что все пропало рецессия караул и тогда не на выступает защитным активом и вот на этом этапе спрос может оживиться на герну посмотрим как будет возможно это ложный пробой но на 4 часа веке закрепление есть нужно ждать ждать закрытия дня если где-то здесь мы мы закроемся по дню то в общем-то тренд скорее всего продолжится швейцарец сегодня рвется в бой попытался обновить локальный хаек в общем в общем и целом на мой взгляд швейцарский франк он более он находится в размашистом боковике вот а.б.с. вот мне кажется что это так и сейчас либо мы движемся к хаю да и потом вниз и потом выход либо уже идем уже идем на удешевление на мой взгляд швейцарец будет дальше дешеветь нужно проходить 1024 это если на крупных таймфреймах говорить на локальном есть у нас восходящий тренд нельзя сказать что он на там супер выразительный да но он тянется и тянется по циклу вот предыдущего такого роста поэтому плюс-минус думаю что где-то такое мы должны увидеть если доллар продолжит у нас укрепляться то конечно никуда не денется швейцарский франк тем более если есть вот окошко очередное между там заседаниями центральных банков и это с таким мягким фоном да то есть я имею ввиду что таким локальным риском нельзя это даже обозвать но смягчение рисков наверное более точное будет определение того что происходит на рынках вот ну собственно по валюткам это и все давайте комоды теперь посмотрим нефтяночка сегодня пытается скорректироваться вообще технически смотрится не очень все это дело красиво типа как отыграли там один коррекцион на 123 да то есть я имею ввиду зигзага bc вот на сегодняшнюю минутку мы находимся вот касались мы в пятницу да вот пытались пробить сломать нисходящий тренд собственно на мой взгляд да вот рынок пока уперся зону поддержки важно то есть бывшую до зону по поддержке поэтому думаю что вполне возможно дальнейший рост котировок нефти напомню что рынок реально сломан на рынке реально ходят просто сумасшедшие слухи фон это все вносит колоссальную неопределенность в середине месяца даже он буквально на этой неделе по моему байден едет к саудитам тоже важный момент договариваться о нефти вероятнее всего как обычно да происходит вот в международных дипломатических отношениях с первого раза все друг друга шлют скорее всего возможно так и будет и сейчас потом у нас наступает сезон ураганов тоже момент крайне неопределенный рынок опять-таки упадет не упадет в это время фиг его знать осенью я больше чем уверен то есть что осенью то может глубоко либо в начале но опять-таки после сезона ураганов это они не ранее октября снова таки вот там скорее всего уже появляется такое окно возможности для медведей да то есть я думаю что к тому времени уже будет объявлена рецессия к тому времени по и по сделке а пак уже будет понятно там но и так далее так далее то есть вот там более реально пройдет сезон ураганов но никто не отменял да вот флэш крэш и разные там форс-мажоры черных лебедей поэтому и на сегодняшний день это присутствует постоянно на нефтяном рыбке поэтому это крайне усложняет задачу анализа вообще в принципе рынок остается очень волатильным поэтому как бы на открытый интерес падает мне кажется что из-за того что рынок нефти сейчас очень не определен от него отказываются трейдеры и собственно это делает его таким тонким да то есть его легко двигать ну папа сель тоже у нас вот такая же история мы примерно идем сегодня в коррекции но вот в целом мы находимся в неком таком восходящим локальном тренде по рынку газа сегодня у нас был утром гэп видимо на погоде хотя опять-таки сжижение терминал да очень странно вот но тем не менее мы остаемся выше 7 долларов на мой взгляд 7 долларов это такой уровень важнейший уровень да здесь предыдущий лай про торговки то есть на мой взгляд это очень важно ниже 6 5 тоже важно потому что 6 5 это вот зона зона бывших лоев до предыдущих лоев тоже важный момент поэтому пока мы ниже 6 6 5 и 7 пока рынок медвежий то есть мы все равно остаемся в медвежьем рынке посмотрим как будет это дело все обыгрываться в принципе да вот ниже там 5 5 можно уже о чем-то говорить о том что дальнейший тренд продолжается опять-таки до осени вполне возможно что этого не будет хотя но сейчас на самом деле текущий вот июль это медвежий сезон для рынка газа поэтому собственно здесь можно можно также говорить о том что в моменте есть несколько исходных сценариев да и они оба но там плюс-минус равновероятно да это рост на фоне там роста цен в европе там энергетического кризиса и снижение на фоне сезонности там опять-таки затоваренности в на американском рынке но посмотрим у нас в четверг данная по запасам интересно будет посмотреть какие они будут а вот по меди давайте по меди еще поговорим медь у нас корректируется на сегодняшний день рисуют некий там вот попытку 123 да то есть на рост если мы проходим вот хаечки то в общем-то медь может даже подрасти там в район там 375 в принципе как бы этого наверно в рамках коррекции это вписывается да там 375 опять-таки даже вполне вероятен ростом к четырем долларам да то есть протестить вот эту всю зону которому уверенно уже прошли на 475 тоже важная зона здесь вот тест нижней границы ранее пробитого канала важного то есть все это дело имеет место быть мы опять таки мы сделали цели снизу о которых я говорил на там 353 25 то есть вот эта зона вот поэтому откатик вполне себе уместен и это кстати бьется с дальнейшим ростом рынка нефти кстати рост рынка нефти я не играю то есть я просто защищаю свои шорты поэтому вот это максимум что я могу сделать дан рынок золото сегодня рынок золото немножко под давлением ну понятно что доллар растет у нас и стаканники зажатый канал чик да мы в нем ходим в общем и целом когда давно я утверждаю кстати в четверг будут будет ежемесячник по рынку золота по золоту я считаю что долгосрочные перспективы совершенно медвежьи потому что центральные банки взяли за дело и как писал у себя в общем канале telegram монетарная политика она сильно влияет на котировки золото потому что золото раньше было до квасе деньгами то есть это и были деньги да причем история золотых монет гораздо глубже там в десятки раз глубже чем фиатных денег поэтому собственно она и связана естественно с монетарным миром он и связан смотря поэтому текущие условия они и перспективы они против роста котировок золота и как раз таки за сильное снижение в данном цикле я жду 1700 1680 и дальше уже нужно будет смотреть по ситуации в принципе уровень на 1680 колоссальней ши то есть его пройти сразу наверное не удастся то есть вероятно будет очередной отскок но потом я уверен что рано или поздно мы его пройдем этот уровень вот ну дальнейшее снижение пока я не оценивал не могу сказать как глубоко вообще она может быть пускай пускай еще ближайшие цели будут сделаны а потом уже посмотрим по серебру вот а мне упрекнули что есть в названии серебро но я его не дал там какие-то эти ну понятное дело я просто сейчас его не торгую поэтому я и не могу его дать собственно я даю то что торгую иначе я не чувствую рынок же вот да по серебру здесь ну по золоту ориентироваться да и все чё тут ну тут как как бы ни хрена не прочертишь обратите внимание здесь здесь совершенно непонятные вещи происходят поэтому но если ждем снижение золота то серебру конечно тоже не не сдобровать тут как ты не крути так и будет так и будет так и было так пшеничка у нас остается сегодня пшеничка рвется в бой цели сделаны снизу у нас даже гэпик у нас произошел утром вообще в принципе я выдумаю тесно тысячи на 970 вполне себе актуальная тема в общем и целом никто никуда не девал пока что историю про дефицит историю про голод и так далее поэтому снизу цели были сделаны технически что в общем-то было ожидаемо но не не так глубоко не ожидал я ждал 880 сделали 800 завтра у нас будет прогноз от министерсельхоза американского счет возле возле w sd и вот и мы посмотрим что там происходит как но по традиции я скажем так отчет на отчет дам в спонсорском канале поскольку это прикладная трейдерская информация теперь она в спонсорском канале вот ну и на этой неделе кстати выпускают свои оценки министерства энергетики америки а пэк международное энергетическое агентство это по рынку нефти поэтому кому интересно тоже в своем канале будут давать спонсорск вот по по товарам это у нас все давайте теперь на долговой посмотрим ну опять таки здесь на 10 лет когда если взять но совершенно сломан канал он нам уже больше не пригодится вышли мы опять дефоркацию естественно пока что не играется глобальный цикл дефляции мы так и не смогли пробить 27 но но на мой взгляд начинает формироваться что-то похожее на голову плечи то сейчас откатик потом рост рост вот к предыдущему левому плечу и вот что-то формируется похоже а вот на мой взгляд это вписывается в рамки тайминга который я прогнозировал к те кто давно меня смотрят знаю что я весной еще прогнозировал летнюю стокфляцию и кстати на этой неделе данная по инфляции в америке которые ожидаются на 8 и 8 процента то есть инфляция продолжает расти при замедлении делового цикла что это как не 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 стокфляция вот и осенью я же я прогнозирую дефляцию то есть начало рецессии я на мой взгляд рецессия уже началась она началась более капитала емких и циклических областей секторов то бишь строительная обработка и так далее поэтому и дефляция тоже в тех же секторах уже на уже наблюдается поэтому я считаю что неминуемо в сентябре то есть сегодня осенью мы вступаем в рецессию оговорочка да все в сентябре вот и посмотрим вот поэтому как раз такие вот размашистый до осени боковик вырисовка правого плеча где-то там дают до сентября может быть до середины августа со снижением и пробоем уже в начале осени да вот зоны 2 и 7 это вполне себе релевантный сценарий поэтому вот я его таковым и ожидаю собственно не будем длинные брать трыжаки да давайте сток маркет посмотрим сегодня сипа немного скорректировалась но опять-таки ничего внушительного здесь не происходит ничего внятного продолжая вот есть две метки у нас да с условно и одна между ними 3950 проходим шуром 450 4100 4200 непроходной пробиваем внизу 3745 движемся к 3643 и дальше движениях 3400 если проходим зону поддержки вот эти два сценария не равновероятный опять-таки если мы ждем какое-то смягчение там со стороны рисков до текущего то в общем то до 400 наверно вот до осени более вероятно чем снижение но опять-таки рынки долгосрочно на мой взгляд погрязают погрязают в болоте поскольку у нас экономическая активность снижается центральные банки только начали повышать ставки я думаю что еще минимум там год это будет длиться вот поэтому собственно нет никаких причин для этого роста да есть там тех кто смотрели по s&p 500 ежемесячник мой есть некие намеки с финансовой точки зрения премии за риск мультипликаторы все это начинает сигнализировать о том что рынок уже интересен для покупок но пока макроэкономические риски это перевешивать как только они уйдут к тому времени укрепятся еще большим метрики финрынка финметрики и на рынок набросится вот этот момент стоит спрогнозировать и если удастся то будет интересная точка входа по nasdaq у nasdaq я сейчас тоже не торгую на самом деле и собственно здесь опять таки то же самое он просто более волатильен чем s&p 500 по сути то же самое происходит ничего не меняется единственное что здесь угол уклона по моему повыше а пониже даже угол уклона но здесь и ближе уровень хая да то есть вот этот уровень на 12 950 он важный я считаю что его пробить пока нереально потому что нету для этого условий а вот ткнуться куда-нибудь в 15 там в 12 560 вполне себе да то есть вот я считаю что вот такой сценарий как и по s&p вполне себе вместе ну и закроем крипту хайда биток опять падает собственно ничего удивительного я в общем и целом даже на крипту сейчас я не смотрю я смотрю я буду на нее смотреть и когда биток будет в районе 10000 там 12 10 до вот где-то здесь вот тогда это будет уже под действительно интересно и можно купить биток и неплохо на нем прокатиться если посмотреть на днев когда-то в общем-то просматривается да вот уровень нисходящий уровень где-то в район 17 17 820 моему должны его пробить и дальше просто пропасть до 8000 конечно выглядит это все глубоко но когда было там как когда рынок был на на 48 я прогнозировал движение там 19 в 18 это было удивительно потом я начал править прогнозировать 12 и 8 но на самом деле если на 4 обратите внимание то есть вот это вот это для меня уже дико то есть там где-то в районе 10 на мой взгляд это реально это будет тем более если будет цикл рецессия он на 99 процентов что он будет уже в ближайшее время то даже 4 по покажется дорого поверьте то есть в то время будут сильнейшая распродажа поэтому собственно здесь я на самом деле не сильно-то и удивлять вот ну поэтому я сюда не лезу я даже не смотрю в эту сторону здесь делать нечего точно собственно это и все все мы прогнали хороший нам торговой неделе спасибо всем спонсорам за поддержку до встречи на рынках пока пока